Власти США готовят новые требования к медработникам. Страховаться решили так, чтобы персонал клиник не заражался опасной болезнью при контакте с заболевшими. Этот вопрос стал главным после того, как симптомы Эболы были обнаружены у двух медсестер. Назан Телебаева с подробностями. Легче предупредить, чем лечить. По этому принципу медики США ведут осторожную борьбу с Эболой. Выяснилось, из 48 контактировавших с жертвой Эболой Томасом Дунканом 43 здоровы. Пока окончательных данных о здоровье пяти человек нет. Четверо это медсестры, лечившие Томаса Дункана. Опираясь на эти данные, можно сказать, что ситуация не такая плачевная. В целом сейчас в так называемом черном списке 120 человек. Результаты их обследования станут известны 7 ноября. Среди тех, у кого может быть вирус, около сотни медсестер. Согласно инструкциям ВОЗ, врачи должны были носить специальные маски. В школах Америки сегодня идет активная работа по предупреждению болезни. Для успокоения родителей действует рассылка СМС-сообщений о санитарных нормах. Наши учителя подробно рассказали нам о признаках Эболы. Теперь мы знаем, от чего и как нужно беречься. Я все еще обеспокоен недостаточной информацией по данному вопросу. Необходимо вовремя предупреждать, иначе можем опоздать. Уже стали бояться отправлять детей в школу. Между тем, в некоторых школах Техаса приостановлены занятия. 13-летний сын и жена Томаса Дункана изолированы. Одновременно, как по данным ВОЗ, число жертв футболы в Западной Африке перевалило за 4,5 тысяч человек. Специалисты Центра предупреждения и лечения болезней США прогнозируют, если не принимать действенных мер, в Либерии и Сера-Леоне до января 2015 года число инфицированных может достигнуть от 550 тысяч до 1,5 миллиона человек.